Сами подростки такие Фагио Чтоб никто не знал, что ты смеялась над словом многочлен в шестом классе И для того, чтобы набирать сообщения Ты должен был тыркать столько раз Да, я помню Слишком меланхоличных твитов А, переписываться инсту используешь? Да, директ А, офигеть И там все очень слишком ванильно Т9 изменил на магазин Я стер ин И отправил в магазин Она посмотрит этот подкаст, наверное, на меня убьет Банки хол Мы с мамой как разговаривали Я сказал, что какую-то фразу Я сказал, что секс не про пенетрацию И она такая, а что такое пенетрация? Нет, я просто думаю, что с удовольствием Многие родители смотрят там Sex Education и вот эту вот всю историю Ну, это же объективно говоря Не только 15-16-20-летние смотрят этот сериал У него просмотры там огромные А, еще была какая-то история Я написал пост про бодипозитив Потому что у меня, типа, шрам Почти на пол тела от операции И у меня там был Я был в трусах Ну, чтобы было видно, да И у меня после выпускного был образ У меня были бусы и накрашенные черные ногти Это меня отписалось У меня же... Как это назвать? После того, как мы записали первый выпуск На меня подписалось очень много родителей И в целом взрослых людей Которые перешли от тебя И они от меня все сразу отписались просто Потом мне написали, типа... Потом скажут, что это я на подкасте Внушил тебе любовь к ЛГБЦ Да И потом мне написали Я, конечно, все понимаю Но превращение из мальчика в девочку Я не понимаю И мне это просто заспамили в директ Человек 15-20 Блин Слушай, ну да Как будто бы ты попал внезапно Вот сейчас мы уже снимаем, да? Да Как будто бы ты попал внезапно в наше время Когда если бы Если бы вот я пришел в школу, например Или даже просто Кто-то меня увидел с накрашенными ногтями Когда мне было 15 Я не знаю, что бы со мной произошло Да сейчас, наверное, так же Ну просто мы еще живем Я знаешь, когда первый раз Когда я понял, что это прикольно достаточно Я, кстати, ни разу не делал вообще маникюр Ну я имею в виду такой Когда что-то красил Мне сам накрасил очень грибо Вот, но Я думаю, что я созрею Когда-нибудь Как дуть Я помню, я очень Впечатлен был Когда я увидел у Кажется, гитариста Металлики Что он с черными ногтями выступает Они, по-моему, и с макияжем, нет? Да, ну конечно Конечно, конечно Ну, в плане музыкантов И я в какой-то момент понял, что Наверное, это Ну, типа, окей, норм Ну, типа, человек Нет, ну это же образ Потому что если посмотреть, например, на фотографии солиста То он, типа, обычно ходит Вот И, ну, есть же реально Когда тебе это нравится Ты ходишь Это повседневность Он обычно 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 Входит Под наркотиками Под жесткими Какими-то Или сейчас, кстати, может и нет А, кстати, ребят, всем привет Да И сегодня у нас необычный подкаст Мы вообще начинаем Новый виток подкастов На моем канале И я здесь буду делиться С какими-то своими Историями И переживаниями На этот счет Потому что я тоже был подростком Хоть и выгляжу сейчас Как старик И, собственно, Алексей Будет рассказывать про свою подростковую жизнь Мы будем сравнивать Будем смеяться Это полностью развлекательный контент Никакого Никакого интеллекта вам не нужно Для того, чтобы его смотреть Ну, в общем, короче Если вам понравится Пишите обязательно в комментариях Вообще подписывайтесь на канал Оставайтесь с нами А мы начинаем Приступаем Сегодня мы с тобой разговариваем про общение И мне вообще очень интересно Как оно происходит сейчас Потому что Но все равно Вот как ни крути Я не очень часто сталкиваюсь С людьми твоего возраста Тебе, кстати, уже 17 или еще 16? Мне 15 А, 16 Только в октябре Офигеть вообще Ну, короче На самом деле Все очень удивляются Когда Я даже вот рассказывал Что снимаю подкаст И все такие Вау Типа круто Что вот в 15 лет Все Ну, как-то Сложно Со взрослыми общаться Даже не то, что взрослые Плохо общаются Как будто бы С подростками А как будто бы Сами подростки Такие Фагио Как в песне У Группы Наив Никогда не доверяй Тому, кто старше 30 И будет все тогда отлично Но В целом Вот давай Обсудим, кстати Вот этот момент Как Общение со взрослыми Сейчас у подростков Потому что вот когда Я буду говорить В мое время Простите В мое время Давнишнее Мы вообще Как-то Вот я вообще терпеть Не мог со взрослыми Общаться И взрослых Я воспринимал Вот там 25 Это уже Там Дядька Тетька И мне было Как-то Я не любил Даже с родителями Особенно куда-то ездить Вот с их друзьями Мне как-то Это всегда Общение Напрягало И Вот С другой стороны Сейчас вот Например Мне наоборот Очень нравится Мне все интересно Про Людей Которые младше меня Как У вас сейчас Ну Во-первых Все это очень сильно Зависит еще от взрослого Потому что Ну можно быть Более таким продвинутым И более таким Либеральным взрослым Да А можно быть Прям таким вот Стариканом И Ну наверное Плюс-минус Осталось так же Просто мне действительно Интереснее общаться С более взрослыми людьми Ну просто Действительно Когда допустим Тебе там 13 А твоему другу 16 Это большая разница В возрасте А например Когда тебе там 30 И твоему другу 35-40 лет То это уже не так сильно Ощущается И это спокойно Можно дружить Ну а насчет поездок С родителями Ну конечно Лучше одному Но пока они отпускают И повезло в этом плане Что у моих родителей Особо нет друзей Ну реально Вот Ну все равно Действительно Лучше одному Лучше с друзьями Ну да То есть Ну тяжеловато все равно Да Как-то Нет смещения Как будто бы Ну они хотят Именно просто отдыхать Лежать и так далее Ты хочешь прям Все увидеть Все объездить Все попробовать И в пустыню И куда-то там еще Куда можно А ты имеешь в виду Поездки такие вот Куда-то за бугры Ну да У меня вот кстати Наоборот было Мне хотелось Просто Пойти Не знаю На пляж Или в какие-то Развлекательные Вот эти вот Не знаю Там аквапарк И что-то такое А родители Очень любят Историю всю И вот мне Почему-то Сейчас мне интересно В какой-то старый город Там что-то такое Посмотреть Но в тот момент Мне это вообще Вот как будто бы Знаешь Мне не хотелось Абсолютно Они постоянно мотались Я даже иногда Оставался в гостинице Там на день Пока они уезжали Куда-то В какую-то экспедицию Ну ладно И Давай Наверное Приступать Да К этому общению Межличностному Между подростками Да Между подростками Вот сейчас Есть какие-то проблемы Вообще Какие проблемы Ну вот в плане В плане общения Какие есть проблемы То есть у нас Вот например Была проблема Самая главная Что мы все были Жестко зашоренные Такие знаешь Ну типа Все пытались Показать себя Такими Знаешь Типа Я там Вот такой Ну то есть Никто не был Самим собой Абсолютно Вот я вообще Лет Ну не соврать Там лет до 25 Я вообще Практически Никогда Не был С собой В полной мере А что значит Быть собой Ну быть собой Это полностью Разговаривать На те темы Которые тебе интересны Там Одеваться Так как тебе нравится В принципе Ну как бы вот Вести себя так Как тебе комфортно Вести Вот как бы ты себя вел Если бы никак Бо вокруг не было Ну сейчас наверное Так же Потому что У меня подруга Переходит в другую школу И она Сказала Вот мне надо Придумать теперь Новую личность Чтобы представиться Одноклассником И вот этого я Правда не понимаю А как это так Новую личность Ну в плане Быть более идеальной Чем ты есть Ну придумать Такой вот образ Ты вот такая Умная Такая продуктивная Продвинутая А То есть чтобы Другие вот эти Одноклассники Да Подумали Что Чтобы никто не знал Что ты смеялась Над словом Многочлен в шестом классе Да Ну и И как она это делает Не знаю Как она готовится Пишет себе Какие-то заметки Не знаю Я потом спрошу Скриншот Пришли поставить Да Ну она посмотрит Этот подкаст Наверное Меня убьет Не Ну это интересно Нет На самом деле Я-то думаю Что это вполне себе Разумно С точки зрения Эволюционной Да Какой-то То есть мы же Как обезьянки Мы хотим Всем показаться Хорошими Потому что Если Ты показывался Не очень хорошим В каком-то древнем мире Да То ты не вписывался Типа в социум И если ты не вписывался В социум Тебе могли там Воткнуть копье в голову И Поэтому мне кажется Мы вот Все стараемся Так вот Войти Войти в социум Любыми путями Даже Невзирая на то Что мы будем Как будто бы не собой Но это проблема На самом деле Большая мне кажется Вот этого подросткового Как раз возраста До Ну я Я кстати на самом деле Не уверен Что тут надо ограничиваться Именно подростковым возрастом Потому что Большая часть людей Мне кажется Из этого образа И не выходит То есть все равно стараются Ну как знаешь Ну что значит Подростковый возраст Типа инфантильность Нет Я здесь не имею ввиду Подростковый возраст Инфантильность Например у меня сейчас Хватает вообще Ну я наоборот Даже знаешь Как я Вот сейчас Начинаю Полностью Как будто бы Позволять себе Вести себя Как ребенок Иногда И мне вообще Больше всего Бесит Когда Вот эта Взрослость Какая-то Знаешь Вот люди Доросли Мне 30 лет Я теперь Взрослый И Я теперь Вот должен Заполнять Декларации В налоговой И носить все черные Да И носить брюки Ну это Какая-то глупость И наверное Вот здесь неправильно Я немножко поставил Вопрос Потому что Наверное Это не касается Исключительно Подросткового возраста Это в принципе Касается Большей части Населения Как мы можем На это повлиять Как ты думаешь На что Чтобы Чтобы люди Раскрепощались Но это же Во взрослом В этом возрасте На самом деле Делать уже сложнее Да мне кажется Нет Наоборот Потому что Вообще Мне очень часто пишут Что например Их булили Это подростки И что их булят За их какие-то Увлечения Или интересы И наверное Надо перестать Изначально Это делать И принять Ну всех людей И принять Всех интересах Потому что Даже если я вижу Что ну Это откровенные Странные вещи Или какие-то Ненаучные Допустим Карты Таро Нет реально Есть такое Но я никогда Об этом не скажу И люди действительно Находят в этом себя И почему бы и нет Нет Ну абсолютно Нет Я здесь абсолютно согласен Здесь наверное Опять же Позиционирование Какое-то Да То есть карты Таро Они например Могут дать значимости Как будто бы тебе Ну Уверенности Да Ну это просто Приносит удовольствие Не обязательно Сидеть гадать И брать за это Деньги Но в основном Все делают так Да Я очень люблю Когда в ТикТоке Захожу на эти Прямые эфиры И пишу Это обман Люди не ведитесь И меня блокируют Сразу Я как-то Был на прямом эфире Прям на гадании Короче Там прям Забавки Или не забавки Типа Типа Куплю ли я В этом году машину И там всегда Курсах Две недели Две недели на карты Таро Из поколения В поколение Передаются Просто они Как-то Модифицируются Да мне кажется Сейчас меньше этого Не знаю Меньше Ну мне кажется За счет соцсетей Вот это прям Раздулось наоборот Просто люди Любят искать Причину чему-то Я даже писал Про это Как-то стоит Вот у меня была Консультация у психолога Мне ее в плане Втюрили Грубо говоря Потому что У меня женщина Брала рекламу И она такая Говорит Я хочу с вами Познакомиться лично И вот я вам даю сеанс Бесплатно По бартеру типа Нет Она все равно Заплатила деньги Потому что Но она такая Ну все равно Хочу познакомиться Друг пригодимся Друг другу И она начала Очень много заливать Про какие-то Третьи личности Что вот она Их всех раскрывает Что одного Ее сеанса Достаточно Для Решения заброса Хотя я даже Его не озвучил еще Вот Потом Она сказала Например Что онкология Там от плохих мыслей Что вот это все От плохих мыслей И вот действительно Люди любят Искать причину всему Ну конечно Потому что это легко Решаем Ладно Но мы это обязательно Обсудим на самом деле Напишите в комментариях Если вам интересна Эта тема Да Да Это Конечно Печально Сейчас остановитесь Мы продолжим Буквально через 2 минуты Но сначала я хочу Вам Немножечко Прорекламировать Наше руководство По таблеткам Что это вообще такое И зачем оно вам нужно Короче Это очень интересный продукт Который мы сделали Всей командой Это описание Лекарств Психиатрических Причем очень подробное И которое подойдет Даже людям Которые вообще Не имеют Медицинского образования Вы спросите Зачем это надо Людям без медицинского образования Потому что уровень Психиатрической помощи В нашей стране К сожалению Очень низкий И мы не всегда Можем получить Квалифицированную помощь У специалиста И иногда Нам нужно Какое-то второе мнение Нам нужно что-то проверить Чтобы просто лучше И увереннее себя чувствовать Или чтобы задавать Правильные вопросы Своему психиатру И уточнять Почему именно Такое было назначено Лечение Почему именно Эти лекарства Вот для всех этих людей А также для молодых специалистов Которые еще шарят Не очень хорошо В психофармакологии Мы подготовили Такое руководство В нем есть информация Практически по всем Психофарм препаратам Которые вам могут назначить А также Множество полезных ссылок Информация по совместимости Ну и вообще Много-много-много всего Также в руководстве Можете узнать Какие препараты Можно принимать На грудном вскармливании А какие нельзя Какие можно Во время беременности Какие анализы Вам надо сдавать Если вам назначили Тот иной препарат В общем Очень-очень-очень Много информации За совсем небольшие деньги Сейчас цена Этого руководства 999 рублей И за эти деньги Вы получите Вот я сейчас смотрю Больше 250 страниц Концентрата О психиатрических таблетках Проходите по ссылочке И покупайте Давай поговорим Про способы Общения Коммуникации Давай В наше время Были Мессенджеры Оказывается И был Наверное Самый главный Мессенджер А какое это время Хочу уточнить Это получается Давай посчитаем То есть тебе сейчас Получается 15 Мне Я 2005 2005 А я 89 То есть получается Мне 15 лет Было В 2004 В 2004 году Ну вот Ну где-то Как я почти Да В 2004 году В общем У нас Ну как раз В это время Я учился в школе У нас как раз Появились сначала Телефоны Это вообще Кстати было Какое-то Очень быстрое Такое развитие Сначала появились Просто телефоны И я кстати Помню Я стою Кнопочные? Кнопочные? Конечно Абсолютно Абсолютно Кнопочные Я помню Свой первый телефон Я не помню Как он назывался Но я помню Когда мне его купили У меня мурашки Смотри Офигеть Видишь Какое впечатление На меня произвел Телефон Я стою Значит Мне купили Этот телефон Время вечер Мы стоим С отцом В каком-то магазине Уже потом Он что-то покупает А я Решил Позвонить Матери И звоню Такой Говорю Алло Мам Звоню Тебе С телефона Слышишь Меня Она говорит Да Слышу А вот такой вопрос Родители не волновались Допустим Сейчас же у всех Из телефона И всегда можно Позвонить ребенку Узнать Как он Допустим Если он задержался После школы Или пошел куда-то Гулять с друзьями То есть Раньше Никто не волновался? Ну как Никто не волновался Ну я не могу Сказать точно Что они волновались Но Я могу Привести Те историю Которая Примерно Покажет Наверное Как происходило Мы как-то сидели в школе С друзьями И Мы играли в эти фишки Знаешь Фишки Ну Придел Когда-нибудь В общем Это игра Бесконечная Были много Вот этих фишек У каждого Были кейсы Специальные Такие И Фишки Надо Чтобы на экране Появились Ладно Вот И были у каждого Кейсы И мы играли Ну просто Каждую перемену И потом После школы Бесконечная игра В которой ты можешь Выиграть Можешь все Проиграть Какая-то Просто Как будто Это Казино В смысле Вы на деньги играли? Мы играли на фишки То есть Ты играешь фишкой Она у тебя переворачивается Значит Ты выиграл Если у второго Не переворачивается Соответственно Потом ты берешь Две фишки Обе И бьешь еще раз И если они обе Переворачиваются Ты обе себе забираешь Если Там одна То Ну как Вот по-моему Какие-то такие правила Правила были И мы заигрались И сидели И играли Наверное Ну не знаю Часов до четырех И В какой-то момент Залетает Там Я не помню Кто то ли мать То ли отец Ты была в школе? Да Да Мы остались в школе То есть У нас типа Закончились уроки В двенадцать Где-то Так рано И Это был Просто Ну это был третий Или четвертый класс Это мне было Меньше лет Четвертого вообще Не было у нас Кстати класса Третий Либо пятый класс Это кстати идиотизм У вас есть четвертый класс? Есть Ну по-моему Я слушаю что Раньше не было А что это за Газарки? Типа экстренат Давным-давно Это какая-то типа Как в самолетах Нет тринадцатого ряда А в школах нет Ну вот И мы сидим Залетает там мама Или отец И И просто Меня там Ну Ругали Очень сильно Потому что Ну я понимаю Что они конечно Волновались И никак не могли Вообще узнать То есть даже Я так понимаю Даже в школу Была какая-то проблема Позвонить И вот Ну как-то Так вот Мы гуляли Где-то были Стационарные Вот эти телефоны То есть если Ну с трубкой Ну вот Обычные Знаешь Типа на улице? Нет На улице были будки Да Но с будок Я вот не помню Что мы когда-то Звонили с будок Нет Я имею ввиду Что мы прямо Гуляем где-то Во дворе Там Через несколько дворов И вот там Мама моя знает Что у меня есть Какой-то дружбан Который там живет Она звонит Его матери Мать берет трубку И говорит Да Там они вот бегают Что-то там Во дворе Ну На самом деле Кстати вопрос такой Реально сложный Потому что Я вот сейчас Не представляю Как вот своих Там детей Отправить Я там купил Часы Чтобы он Чтобы знать Где там Геолокация у него Где он находится Еще позвонить Можно на эти часы Ему И Как Как это происходило Я даже не представляю Но Не было телефонов А потом Вот эта история Вся с покупкой телефона У меня просто Эйфория была Я стоял в этом магазине И Я мог звонить То есть Не было никаких Мессенджеров Там даже не было Возможности Никаких А смс Смс можно было писать Смс Еще очень дорого было То есть Это стоило Как Отец Мне постоянно Говорил Чтобы я Поменьше И в интернет Не выходи Главное Интернета не было Сначала Насколько я помню Потом появился Вообще Вот если начинать Интернет Он сначала появился Не на телефонах Конечно Ну понятно Сначала появился Вот этот Который надо было Втыкать Он с таким звуком Загружается И Ну Ты можешь Там на какое-то время Мы с тобой В прошлый раз Креста Обсуждали Что ты можешь На какое-то время Быть в интернете Но тогда Не работает Телефон Вот эта Трубка Потом Постепенно Постепенно Как-то это все Появлялось И вот мне кажется Что где-то Ну Словно говоря К концу школы Появились Вот эти вот Телефоны С которых Уже можно было Выходить в интернет Сначала был Какой-то GPRS Интернет То есть там Там можно было Картинки Отсылать Но ничего Больше нельзя Было отсылать То есть ты мог Уже Как SMS Но отсылать Ну Какую-то Вот эту картинку Вот Потом Появились Рингтоны Еще Кстати Рингтоны Ты знал Что надо было Покупать Рингтоны И это не было Вот таким Как сейчас Ты Там Apple Music Не Apple Music iTunes Да Покупаешь Рингтон Там За 15 рублей И все А тогда Они стоили Прям Ну прям Прилично То есть я Помню Я Что-то там Копил Чтобы купить Рингтон И эти Рингтоны Еще были Абсолютно Ну Ужасные Какие-то Просто как будто Знаешь Записано На диктофон Все шипело Шипит И ты ставишь Громко игра И думаешь Блин Вообще Класс А спиратить Нельзя Спиратить Нельзя Было А где Ну то есть Это было И так Пиратство То есть Это не Официальные Какие-то Были Это просто Продавались Я даже Не помню Если честно Как это Можно было Купить Но как-то Вот ты Заходил Очень Было Знаешь Такое У меня Мышление На тему Интернета Очень Узкое То есть Я вообще Не понимал Даже толком Что такое интернет То есть Я понимал Что вроде Мы можем Что-то Ну Как-то Общаться Что-то Куда-то Отправлять Но как Это работает И что Это распространяется Там на все То есть Мне больше Казалось Как будто Это Ну как Вот телефон Просто Звонишь А тут Вот можно Что-то Такое Потом Да Потом СМС Как-то Стали Удешевляться Мы уже Начали Там По СМС Общаться И потом Конечно Самое Главное Что Появилось Это Мессенджеры Да Мессенджеры Это вот ICQ Аська Да Аська Это был Какой-то Прорыв Я не знаю Почему Они так Просрали Своё Вот это Вот Лучшее Место Вообще Ну в России Точно Я не знаю Как там А это русское Приложение Это русское Приложение Нет Это вопрос Был сейчас А Не знаю Нет Аська Это была Иностранная Просто Там были Варианты То есть Там же Получается Ты подключался К какой-то Сети конкретной Ну я помню Да То есть Ты подключался Чё-то Там ещё Я помню Там можно было Чё-то А Я вспомнил То есть Допустим Если это был Тегас Какой-то Я помню Вот мы с него Все качали Там Приложуха Тегас Примерно Или ты сам Создал Приложуха Там можно было Самим Создавать Приложение Со своими Смайликами Со всеми Штучками Короче Заголовки Там чаты Ну это уже было позже Мне кажется Это чуть позже Это было чуть позже А поначалу Была просто Какая-то вот Красная Аська Там И ты вот Загружался Там Один сервер Там по-моему Зелёная Она была Точно зелёная Да Такой цветочек Да-да С цветочком Зелёный фон Ну ладно Напишите в комментариях Какого цвета У вас была Аська Может менялась Реально Ну может быть Но мне почему-то Всегда Представлялось Что Красная Это не в сети Зелёная В сети А А Алекс Да Кстати Я вспомнил А серая Это что-то Невидимка Что-ли Там Да-да-да Но ты был Почти всегда Не в сети В то время Потому что Опять же Да То есть Это было Интернет Прям дорого Стоил То есть Вот этот Мобильный Интернет Ну он Стоил Каких-то Денег И там Надо было Прям Ужиматься Немножечко То есть Это не было Как сейчас Что ты можешь Вообще Там Что угодно Делать И Все за 300 рублей У меня 800 рублей МТС Надо будет Переделать Нет У меня Вообще Мне кажется Тысяча Сейчас Или что-то Такое Но там Все безлимитное Да У меня тоже Вы Ну бы Вообще Ничего не знаете У меня 200 рублей Можно безлимитное Да-да Мне тоже Корпоратив У тебя мегафон? МТС У меня МТС 800 рублей Корпоративно Он называется МТС Этот Все Надо запикать МТС А то они нам Не платили Для своих Ну там Для своих А ты свой В МТС? Ну там типа Нет Продают симки Типа там За 2,5 тысячи По-моему И все И ты 200 рублей Платишь Все время То есть надо симки Еще продать Нет Ну ты покупаешь Симку Ты можешь Привязать Сразу Да А можешь Симку Купить Что хочешь Сейчас раздают Симки у метро Который типа С вирусом Каким-то Ну короче это вот такая, знаешь, очень была какая-то быстрая история, то есть появились вот эти, прям появился интернет, появились телефоны, появился смс, Аська, и всё. И дальше вот я помню, что мы из этой Аськи вообще не вылезали. То есть там, по-моему, не было возможности групповых чатов, но... — Картинки можно было кидать? — Картинки, ну какие-то смайлики можно было такие. — Картинки я помню. — Что-то такое можно было делать. Картинки поначалу, по-моему, нельзя было, а потом можно. И ещё самый прикол, это то, что ведь не сразу появились экраны какие-то, сенсоры, и вот этого ещё ничего не было. — Ну, компьютер. — И было... Нет, на компьютере понятно, на телефоне, но не было вот, ну вот, типа, вот не такой экран был, да? — Понятно, да. — А были кнопки. И на каждой кнопке было три буквы. — Да. — И ты для того, чтобы... — Или по четыре даже. — Или по четыре, да. И для того, чтобы набирать сообщения, ты должен был тыркать столько раз на... — Да, я помню. — И это, конечно, был профессионализм высшего уровня, потому что я печатал как просто, я не знаю, максимально быстро. И все так причём печатали. То есть ты прям... И получалось, это всё отправлялось, и мы прям переписывались. Я помню, иногда целыми днями сидишь просто и переписываешься. Особенно, когда какие-то ещё романтические отношения начались. Это вообще было. Я просто помню, я переписывался целый день, и потом ещё всю ночь лежал где-то под одеялом, шифровался от родителей и переписывался. Да, и переписывался. Вот. Конечно, я, если честно, с одной стороны, очень завидую вашему поколению, потому что вы не сталкивались со всеми этими непонятностями и сложностями в плане... Когда приходилось, знаешь, прям ждать. Человек мог ну, там, несколько часов или там даже мог закончиться интернет, например, и он мог несколько дней вообще не выходить в интернет, и ты волнуешься, что-то ждёшь, позвонить тоже там что-то не всегда получалось. Но единственный был плюс — у этих телефонов батарейка держала просто неделю или даже иногда больше. Ну, круто. Вот. А потом уже, да, постепенно какие-то начались приложухи. Уже эти фотки можно было делать на телефон. Они, правда, были, ну, какое-то кошмарное качество, но, тем не менее, можно было уже их кому-то скинуть фотографию. Там, наверное, дикпики какие-то первые появились в то время, не знаю. Я не знаю, ну, вот, а ты, получается, даже не помнишь до этого? Почему я всё это помню? Не помнишь? Ну, у меня сестра почти твоего возраста, я всё это помню, и Асику, и всё. Ну, то есть ты в каком возрасте? В 2004-м тебе было сколько? Я 2005-го рождения. А, 2005... А, ты только родился, получается, но... Да, а у меня сестра 1993-го или какого-то... Ну, то есть ты, получается, где-то к 2010-му году уже мог, наверное, это застать, да? Ну, да. То есть в 2010-м году это всё ещё было? Не знаю, у меня хорошая память очень, может быть, даже в 2008-м. Да. То есть тебе было 3 года, типа? Ну, типа, не знаю. И ты такой, Аська, Аська. А как сейчас вообще... Ну, я понимаю, что, наверное, тоже все всё время переписываются. Это, кстати, перестало напрягать взрослых людей? Потому что раньше все друг другу говорили вот там лет 5 назад «Ты всё время в телефоне сидишь, ты не вылезаешь». А потом я понял, что, знаешь, это можно сравнить с чтением газет в каком-то старом времени, когда фильмы показывают, когда все читают вот эту газету, закрылись, и там ребёнок подходит, там дёргает, а отец говорит, да, я читаю там про бейсбол. Да. По сути, мне кажется, ну, такая же была история. Или книжки, да, читай, какая разница-то? Ну, у меня мама... У меня сейчас нет такой ситуации, потому что у меня действительно хорошие отношения с мамой. Да, они всегда такие были. Но раньше действительно были разговоры, что вот ты там сажаешь себе зрение и так далее. Наверное, просто никто из подростков не выберет это навсегда, то, что это многим неинтересно, и это скучно. Если у подростка действительно интересная жизнь, реальная жизнь, то никто не будет переписываться 24 на 7. И действительно, когда у меня началось более интересное жить, там, лет в 12, в 13, то я перестал так постоянно сидеть. А, то есть это до этого было как-то? Не, ну я прям постоянно 24 на 7 сидел, потому что у меня особо не было с кем общаться. А чем ты занимался? Сидел в интернете. Ну, то есть где ты сидел, в мессенджерах, или ты сидел в ВКонтакте? Ну, на Ютубе, да. На Ютубе много. А, кстати, как сейчас относится вообще к ВКонтакте? Давай разберем, кстати, социальные сети. Вот мне интересно, какая сейчас самая популярная? Ну, ТикТок, наверное, да? Нет, почему? Нет? Инстаграм. А, Инстаграм. Ну, да. Не знаю, но ВК действительно сейчас такая, по-моему, стала. Твиттерия сидит вот в Инстаграме. Есть разница между вот именно подростками, которые сидят в Инстаграме, в ТикТоке? Да, конечно. И в Ютубчике, например? Нет, и в Твиттере. А, в Твиттере? В Твиттере? Да, это... Не люблю Твиттер. Я же фанат Твиттера вообще. Ну, Твиттер хороший, смотря в каком возрасте, потому что... И у него есть разные стороны, потому что сейчас постараюсь так токсично сказать, чтобы от меня никто не отписался. Ну, короче, Твиттер действительно бывает очень интересные. Там взрослые, допустим, там и шутки, и можно поныть. Но вот, когда ты спускаешься в какой-то подростковый Твиттер, там просто бесконечно очень много, не знаю, каких-то слишком меланхоличных твитов, и там все очень слишком ванильно. Типа, я наткнулся на Твит, там мы расстались. Это было мое решение. Там просто 500 сообщений. Солнышко, ты как? Солнышко, ты в порядке? Давай, я всегда готов тебя послушать. Причем это незнакомые люди, я уверен. Ура! Да, я не очень люблю такое. Мне кажется, это замена ВКонтакте. Раньше же ВКонтакте такая была соцсеть. ВКонтакте очень... В которой ты... Нет, Дуров, вернись. А ты помнишь этот прикол, нет? Какой? Дуров, вернись, стену. Да, помню. Я помню, был какой-то прикол, где парень... Это было очень давно ВКонтакте, где мальчик переодевался с супергероев, и говорил, типа, человек-паука-паутина из рук, что-то такое, не помню. Нет, такое... Ну, я просто помню, что ВКонтакте раньше выполнял вот эту функцию, когда ты там меняешь статус какой-то, да, там, типа, в отношениях. Да. И все такие там, вау, он типа это... И всегда я помню, когда ты как-то... Кто-то тебе нравится, например, и ты заходишь ВКонтакте и просматриваешь, и начинаешь, знаешь... Сохраненки смотришь еще? Ну, нет, я всегда помню, когда мне кто-то нравился, я всегда заходил и начинал предполагать, зачем человек выложил ту иную картинку, фотку... Да нет, да сейчас так же. Или что-то такое. Наследование. Очень прикольно. Но... Ну, ладно, давай мы отвлеклись. То есть, давай возьмем Твиттер, да? Твиттер — это вот такая штука, когда нужно... Что-то пишут и ванильность там присутствует какая-то. Ну, типа, да, более такая поддерживающая, толерантная, потому что ВК вообще, типа, не такой. Там очень много токсичных комментариев, токсичных... Не люблю это слово, но давайте так обозначим, что там действительно очень сложная аудитория осталась и очень такая нетолерантная. Я вообще не понимаю, кто сидит сейчас ВКонтакте. Да, это неудобно. Там все напичкано, и клипы, и такси, и доставка еды. Это правда неудобно. То есть они, по сути, наверное, делают, пытаются следовать за Фейсбук, потому что Фейсбук вообще неудобно... В Фейсбуке нет? В Фейсбуке... Но там вообще неудобно... Я не могу сидеть в Фейсбуке. Ну, такое, для прям старшего поколения, для родителей. Это как сейчас одноклассники. Слушай, мне... Знаешь, чем мне нравится вот эта тенденция? Потому что я хочу сидеть в Фейсбуке, потому что там как раз очень такая, ну, как вот для меня, такая интересная аудитория какая-то. Но я туда захожу, я даже не понимаю, куда что нажимать. Да, там сложный интерфейс. Все зависает, все какое-то неудобное. Мобильное приложение, ну, на Капе еще можно, но мобильное приложение Фейсбук, это просто, ребята, сделайте что-нибудь. И я, потому что в какой-то момент у меня пришла в голову, я потом поделился, я помню этим, и много кто меня поддержал в том, что ВКонтакте сделали круче, чем Фейсбук первоначально. Первоначально, да. Она была вроде как слизана, да, оттуда, но тем не менее, получилось по итогу круче. А сейчас, ну, видимо, как-то... Кто сидит? Вот какой контингент подростков сидит ВКонтакте? Что они там делают? Ну, все сидят, ну, потому что это используется... Я использую ВК, только чисто из-за школы, потому что, действительно, там до сих пор все, по сути, правда, немало сидят, но это очень удобно для школьных чатов. Это действительно все еще удобно, потому что... А почему не в Телеграме? Мало у кого есть Телеграм, не у всех, я не знаю, почему. Да, офигеть. Ну, да. Ну, ладно, Телеграм сейчас обсудим. То есть ВКонтакте, еще разочек давай разберем, да? Я просто хочу прям понять. То есть Твиттер — это для кого? Это же не все там сидят? Не все, а. То есть это просто, когда ты хочешь периодически делиться своими какими-то мыслями? Да, более принимающие, более такой романтичные, там, стихи писать. А, стихи писать даже? Ну, такое, да. Прикольно. А как сейчас со стихами? Хорошо? Не знаю, не люблю. Не смотрю. У нас просто были... Вот, кстати, это один из... Ну, ладно, мы сейчас опять... Простите, ребят. Мы сейчас на пять часов допишем. Да, нет, просто я хочу, чтобы вот этот подкаст у нас все-таки был... Про общение. Нет, не то, что... Я имею в виду в целом, чтобы он был немножечко другого формата. То есть не когда мы все накидываем, 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 а когда это все-таки идет вокруг чего-то одного. И постепенно. Мы пока так не научились. Простите нас. Если хотите, чтобы мы продолжали все равно, да, и вам как-то хоть немножко нравится, можете написать там какую-то критику, и мы ее обещаем воспринять с долей иронии. Ладно, ВКонтакте, то есть это школьные чаты. Что еще ты делаешь ВКонтакте? Все, наверное, не знаю. А, все? Больше нет? Да. Фильмы там? Нет. Нет. Порнуха? Нет. Сейчас опять меня обвинят. Да. И ВКонтакте, соответственно... Ну, а другие что делают? Ты ладно, ты отличаешься все равно от других. Да нет, это так все, если я смотрю. То есть одноклассники, допустим, летом были там в сети неделю назад, две недели назад. Мало кто заходит. Но это еще, может быть, опять же с Москвой связано. Тут более продвинутая такая молодежь. Ладно. Ну, давайте Легу тогда разберем. Что с телегой? Кто в ней сидит и что делают? Потому что у меня, например, Телеграм сейчас это основная, ну, то есть большую часть времени. Если открыть иконки, то у меня, наверное, будет первое, это, ну, популярное, типа первое, это пульт от телевизора, потому что мы сломали пульт, и нам приходится телег. И там просто получается, что ты его не выключаешь, чтобы он не выходил. Поэтому он первый. Дальше будет, наверное, Инстаграм. А давай откроем, посмотрим, что. А ты можешь так же сделать? Да. Ну, я в Телеграме, я в Телеграме реально мало свяжу, потому что там действительно не все почему-то из моего поколения, но в целом переходят, да. Смотри, у меня первый календарь Google. Даже не надо, где посмотреть. Календарь. Первый календарь Google, на втором пульт от телека. Это и в экранном времени? Ну, вот, вот здесь вот. Не, просто... А, оно реально так показывается? Да, конечно. Нет, это последнее. Это последнее надо в экранном. Это последнее. А, в экранное время. Давай зайдем в экранное время. Да, скрин тайм. Так. Сколько ты в среднем сидишь за день? Восемь часов. У меня чуть поменьше. У меня много очень, да. У меня шесть часов тридцать шесть минут. Ну, сейчас такое время, не знаю, все уехали, я даже не могу нанести на вечеринку пойти. Но у меня... А, у меня увеличение на семь процентов с прошлой недели. Так, и где смотреть? Да. Смотреть всю активность, да? А, ну нет, все-таки... Вот, смотри, у меня Инстаграм, получается. У меня Инстаграм, потом ТикТок, потом Телега. А у меня Инстаграм, потом Телега, потом Ютуб, потом Сбербанк. Ну, я Ютуб смотрю на компе. Ну, блин. И Спотифай у меня еще в топе тоже. У меня творческая студия Ютуб и Телега. Это, кстати, прикольно, интересно так разобрать. Ну, ладно, хорошо, то есть ВКонтакте, короче... А, мы Телегу обсуждаем, да? То есть в Телеграме я сижу, например, больше всего практически, ну, то есть за исключением Инстаграма, который является там моей работой, по сути. Ну, вот Телегу используют для сливов, допустим, потому что там действительно очень много новостных пабликов, для порнушки, ну, все, в принципе. Чтобы прямо переписываться, используют Инсту, вот действительно. А смотри, то есть... А, переписываться Инсту используешь? Да, Директ. А, офигеть. Ну, там же неудобно. Да, ну, так, не знаю. У меня даже, знаешь, что... Ну, это не очень удобно, да. Я тебе больше... Да, голосовые, во-первых, неудобно, потому что в Телег... На 2Х даже не поставишь, это вообще отвратительно. Да, 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 отвратительно. Вот и выглядят еще они стрёмно, мне не нравятся вот это. Но еще самое главное, я даже в Инстаграме отключил вот этот всплывающие иконки, потому что я не знаю, как ты общаешься, когда у тебя 10 тысяч подписчиков, но когда у меня там 155, я просто, ну, умру, просто у меня будет тревога, каждый, ну, я не знаю, каждую секунду будут всплывать сообщения, и я просто, скорее всего, сойду с ума от того, что все время мне нужно будет отвлекаться. У меня такого нет. У тебя? Ну, мне тоже много сообщений приходит. Ну, вот я и говорю, что мне кажется... У меня запросы не приходят, уведомления не приходят о запросах. Только когда у меня с кем-то уже открыта переписка. Ну, тоже приходят, конечно, но это не супер много. Ну, ладно. Так, короче, телегу ты используешь для сливов, для порно или для чучу? Не только я. Что за обобщил? Ну, ладно. Ну, в целом, да, то есть, чаще всего для этого используется. А для общения все используются, ну, то есть, многие твои друзья используют для общения инсту? Да. Вот это да. Вот это выбор. Ну, ладно, хорошо. Давай к инстите тогда перейдем. Ну, это самое популярное приложение, действительно, из всех соцсетей. Что там ты делаешь? Ну, и вот твои друзья. Ну, у меня блог, ну, у меня еще есть личный аккаунт, не знаю, ну, просто это действительно удобно, допустим... Ты читаешь посты? Я просто перестал... Я читаю посты. Постоянно тоже мне нравятся сториз, но вот посты я почему-то не могу читать, мне прям... А ты GTV смотришь? Я как-то не... Вообще не смотрю. Добавили еще один. Не, я читаю, вот, посты я читаю в телеге как раз. Я в телеге нет. Очень странно, да? Вообще по-разному, получается, мы используем в социальной сети. То есть я читаю посты в телеге, потому что мне нравится, как они оформлены, и мне нравится, ну, как-то, не знаю, мне удобно. Вот. В инсте я... Только смотрю сториз, ну, и вот работаю, получается, переписываюсь с подписчиками, там. Больше ничего в инсте я не делаю. А почему она такая популярная? И мне интересен сравнение с ТикТоком. Это, типа, пока она более популярная, чем ТикТок, и есть какое-то движение в сторону ТикТока. Я потому что тут был уверен, что сейчас все, наоборот, сидят там. Ну, в ТикТоке же особо нечего делать, кроме как в видео кидать, там еще мессенджер хуже, чем в инсте, потому что там ни фотку отправить, ни видео, ни голосовое. А, там вообще ничего? Я просто в ТикТок заходил раза четыре. Нет, там только смайки, видосы и текст, все. Но зато там можно набрать быстро подписчиков по сравнению с Инстаграмом. Я не смог. Нет, ну да, потому что там рекомендации, но все равно нелегко тоже. Но, типа, просто в Инстаграме, я не знаю, это очень дорого и долго. Ну, это понятнее, потому что все зависит от какой-то мнимой удачи, от этих рекомендаций, где нет четкого... В ТикТоке, ты имеешь в виду? Четкой стратегии. Да, в ТикТоке. И это все случайно, абсолютно. Невозможно это предугадать. Ну, это у меня много знакомых, кто, у кого выстрелил видос, там, на 500 тысяч, там, типа. Да, у меня на 600 тысяч выстрелил видос, где я пародировал гадалок Таро. Так, а что у нас осталось еще, получается? Ну, одноклассники, наверное, в вами не используются. Нет, ватсап еще есть. А, ватсап, кстати. Ватсап тоже как-то не очень, это школьный чат, только с училками. Ммм, училки Телеграм не хотят. А почему, кстати, Телега вот так не очень, ты сказал, используется? Не знаю. Ну, там же все суперудобно вообще. Да, я знаю, ну, правда. Ну, ты используешь достаточно... А, ну, ты говоришь, ты там не переписываешься. Нет, почему я переписываюсь? Но в инсете прям больше всего всегда будет так. Всегда будет так. Всегда будет так. Да. Интересно, интересно, потому что я вот могу сказать, что у нас просто их не было много. Одноклассники — это вообще какая-то для меня какой-то темный мир, я там даже не зарегистрирован, если честно. Оно раньше было каким-то популярным. Так оно первое появилось, насколько я знаю. Раньше ВК. Да, 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 да. Ну, то есть появился Фейсбук, но про него вообще никто не знал. Да. Потом появился ВК, и он сразу стал суперпопулятор. Я помню, я когда увидел ВК, и в нем посидел день, я понял, что я ничего лучше вообще в жизни не видел. А там музыка сразу была или нет? Не-не-не-не-не. Сначала это было... Я прям даже помню день, когда я узнал про ВК. Мы сидели, бухали во дворе. Это какой был? 2006? Я тебе сейчас скажу, какой это был год. Нет, это был второй курс, по-моему, у меня. То есть это 2007 год. 2007 год. Ну, то есть где-то, наверное, за полгода, может, до этого он появился, и я вот прям сразу зарегистрировался. Мы сидели, бухали во дворе, и одна из девчонок, которая с нами была, она сказала, а вы, типа, там, ну, ВК видели? Не ВК, он тогда ВК, его никто не называл ВК никак. Да, ВКонтакте. Вот. И я такой, типа, что, нет. Она говорит, там можно что-то переписываться, там какие-то это. Вот. И я помню, я захожу, и там так, ну, там так интересно всё было, то есть ты заходишь, ты фотку себе делаешь. У меня было, знаешь, ощущение, как будто бы я вернулся давно-давно в школу, когда вот эти, как это называлось-то, не дневники, заполняли анкеты, да, анкеты, анкеты. Только, ну, то есть только стильный дизайн, и круто всё выглядит, и я офигел, я думаю, ничего себе, ещё так легко находились друзья, и ты всё, ну, то есть я первое время вообще оттуда вообще не вылазил, то есть это было, наверное, я не знаю, вот как ты говоришь, 24 на 7, вот примерно так же я там сидел, но это было, когда ещё были вот эти вот как раз ужасные интернеты, конечно, никакой мобильной версии там не было ещё лет, не знаю, много, и, ну, это был прорыв какой-то невероятный, музыки не было, можно было, была стена, как раз вот эта вот знаменитая, можно было рисовать какие-то картинки, ну, у меня никогда не получалось ничего хорошего, ну, типа граффити, да, и всё, наверное, больше ничего, ну, можно было писать, и можно было переписываться, соответственно. Групповые чаты были? Нет, а сейчас есть групповые чаты? ВК? А, ну да, конечно, есть. Вот, а потом уже появились видео, потом появилась музыка, это было вообще круто, потому что я начал там в какой-то момент записывать какой-то хип-хоп, когда учился в институте как раз, и там появились как раз в это время группы, и можно было создавать группу, туда выкладывать музыку, приглашать туда людей, я помню, я первое время сидел такой, знаешь, СММщик, я себя чувствовал, я вот так вот открывал всех друзей, и нажимал пригласить, 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 просто вручную, и это было, конечно, потрясающе, потому что можно было вот по этим интересам, а, вот, кстати, я вспомнил, были группы сразу, это было первое вообще, что появилось, и как раз весь прикол был, знаешь, какие были группы, идиотские, просто, типа там, все Кириллы Сычевы, вот, и там в этой группе Кирилл Сычевы, или какие-то, знаешь, там, группа тех, кто любит обнять ногой подушку, и лечь там под одеялко, вот, ну, и такой тупняк, и все на это подписывались, и как бы, типа, да, я тоже это люблю, и какие-то были переписки, ну, это идиотизм вообще был полный, абсолютно, но это было очень круто, и какое-то общение, вот эта нехватка какая-то социализации, она, конечно, была прям заполнена ВКонтакте сразу, мне очень нравилось, я, кстати, очень прям, даже потом переживал, из-за того, что ВКонтакте так как-то очень снизилась его популярность, ну, видимо, за счет политики всей этой, ну, когда Дуров ушел, да, хуже стало, я же вот говорю, что был Mail.ru еще до этого, а у вас был живой журнал? Да, был живой журнал, и это, кстати, было, мне кажется, даже до ВКонтакте, ну, или где-то там параллельно, мне очень нравилось, но я вообще не знал, что туда писать, я очень хотел что-то писать всегда, но я мог писать как раз, только какие-то стихи, а вот я, кстати, еще в какой социальной сети зависал, была какая-то стихи, ру, что ли, ну, короче, у меня там был аккаунт, и это, кстати, тоже про такую социализацию, через что вот я общался с людьми, это вот через то, что я что-то творческое постоянно делал, и за счет этого формировался какой-то круг по интересам, и был вот этот сайт со стихами, на который я выкладывал свои стишки, и была еще группа ВКонтакте, у меня даже, я до сих пор подписан на какого-то чувака в Инстаграме, с которым мы писали стихи, на тему стихов что-то там обсуждали, и с которым мы, типа, ну, не скрешились, но так вот как-то общались. А вы виделись в жизни? Никогда не виделись, нет, он где-то из какого-то города, типа там, Вологда, или что-то такое, в который, ну, просто так не поедешь же в Вологду, и я думаю, что мы лет 10 уже не переписывались примерно, то есть я просто, знаешь, как получилось, что я почему-то как-то наткнулся на него уже в Инстаграме, может, как-то там по рекомендациям каким-то, или что-то такое, и я подписался, но думаю, ну, вроде как это. Но там это было вообще круто, кстати, офигенно, я помню, группа, это ВКонтакте со стихами, и ты туда вот скрипя сердцем, такой выкладываешь этот стих свой, вот, а у меня, ну, реально были неплохие, на самом деле, стихи, я, ну, типа, мне даже сейчас за них не особо стыдно, реально прикольно достаточно, мне нравились всегда вот эти рифмы, и я как-то очень легко к этому был склонен, и я выкладываю, и там эта группа огромная, ну, типа там прям много народу было, и это было, ну, то есть все начинали обсуждать, и там кто-то говорил, говно, там кто-то, кто-то, но это было первое такое, когда ты не просто выступил на каком-то фесте маленьком в институте, где там мы читали стихи, это, конечно, просто ужас был какой-то. А там был указан автор, кто это еще? Да, 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 конечно, конечно, то есть там вот можно было самостоятельно выкладывать, то есть ты выкладываешь, и как бы не было такого прям ленты такой, что прям всё быстро уходит. — Вы предложите новость? — Нет, тогда не было предложить новость. Ну, просто, видимо, меньше было чуть аудитории, и это всё-таки там стихи, поэтому, ну, не все же будут выкладывать. Некоторые там читали, наверное, правда. Вот, и я выкладывал, и мне вот это прям... Это, кстати, вот я сейчас вспомнил, был, наверное, один из самых популярных для меня видов времяпрепровождения ВКонтакте — это переживать за то, как зайдёт мой стишок. — Давай обсудим сленг. Давай начнём с твоего, ну, не именно с твоего, а с... Потому что мне кажется, это забавно, ну, вообще понять для некоторых людей будет, потому что YouTube мой смотрит, ну, типа 30+, прям много людей. И чтобы люди разобрались в том, что такое краш и вот это вот всё. — Ой, если будет перечислять все определения, это очень долго. — Нет, давай просто своими словами, не определение, мы же не будем прям определение говорить. Ну, в каких случаях? То есть вот, ну, краш — это применяется именно с точки зрения внешности всегда. — Нет, в смысле? — Не обязательно? — Это просто возлюбленный человек, который тебе нравится. — А, то есть это не обязательно красавчик или красавчик? — Нет. — Ну, можно и так, ну, типа, просто он мне нравится, вот и всё. — А это не какая-то история про... Ну, краш — это, типа, и можно... Может относиться и к девушке, и к парню? — Ну, да. — Ага. — Ну, вообще весь сленг сейчас американский, это всё американские слова. — Ну, понятно, нет. Ну, мне просто интересно, как это... Какой самый топ популярности сейчас? Вот прям вот 2021 год, да? — Слов? — Не знаю. Ну, краш... — Краш в топе до сих пор? — Да. — Кринж. — Тебе пишут, что ты краш, мой? — Да. — Мне, например, никто не пишет. — Ну, другие слова пишут. — Да, да, мне пишут на ютубе, лысый у ёбок. Так, ну... — Ну, не знаю, кринж. — Кринж. Ну, объясни вот... — Ну, это, типа, стыдно, стремно. Ну, стыдно, да. — То есть это как зашквар, типа? — Ну... — До этого было? — Да. — А зашквар используется ещё или всё? — Уже забыли. — Больше кринж. — Больше кринж. — Да. — То есть кринж — это... Ну, приведи пример какой-то, в котором ты скажешь слово кринж. — У Тирилла кринжовые фотки в институте. — Кринжовые? — Ну, пример. — А, я думал прям... Я начал вспоминать, какие у меня кринжовые фотки. — Да. — А, ну то есть это применяется к чему-то стыдному... — Ну, зашквар, да. — Угу. — Ну, в целом можно просто даже набрать в Google переводчик английское это слово, и всё английское, реально. И будет тебе определение. — Так, это второй, да? А третий какой на третьем месте? — Я ещё вспомню. Не знаю. Допустим. — Мне кажется, это просто очень интересная вообще тема, потому что сейчас все начнут разбираться. — А, рофл? — Рофл. Ну, давай, объясняй. — Это, ну, шутка. — Ну, шутка — это же... А если переводить, подожди, но... — Ну, ирония. Ирония. — Ну, рофл и типа джоук — это разные, да, по идее, вещи? — Джоук. Ну, джоук — это шутка, рофл. Ну, рофл — это джоук, это прям, когда очевидно, что шутка, но это никто не использует, это не сленговое уражение. — Это зашквар. — Да, это кринж. — А, это типа не сленговое слово просто. — Нет, это просто английское слово, а вот английское слово, которое сленговое, это рофл. — Угу. Так, ну, ладно, то есть с этим разобрались. А ещё какие-то менее популярные, но которые ты бы хотел бы обсудить. — Чилить? — Чилить? — А, да, чилить. — Чилить популярно. Вот и у моих ровесников это одно из самых популярных, кстати, наверное, слов. Сейчас вот именно чилить. То есть если ты приходишь лежать куда-нибудь на диванчике, там, пить кофеёчек и чилить. — Да. Так. — А в твоём возрасте был сленг? — Да полно было сленга, но он был такой, знаешь, какой-то, он не был связан настолько с английскими словами, как будто бы. — Да, ну расскажите, что у тебя было. То есть, ну смотри, какой-нибудь... Я помню, ну были вот эти вот типа три слова «классно», которые прям, это считалось прям сленгом. Это не как сейчас, типа «классно» можно применять вообще всем, да, там в школе учительница. Вот. Второе было более такое странное. Это было «клёво». Клёво тоже, да, типа оно как будто бы вошло полностью органично в речь. И было ещё, которое почему-то не прижилось, слово «зыка». — «зыка»? — Да, «зыка» мы называли. — Что это? — «зыка» — это было... Ну это то же самое. — Клёво, классно. — «зыка», да, это клёво, классно. Я не знаю, кстати, откуда это даже взялось. Вот это было, это то, что мы применяли. Мы ещё, я помню, применяли, типа, в случаях, когда что-то у человека не получается, или он, ну какой-то вот он такой вот немножечко, да-да, то мы применяли слово «калич». Ты типа, что ты играешь в футбик как «калич». — А, ну сейчас это «нуб». — Ну да, да, ну вот, какое-то такое было. — Ещё, кстати, знаешь, какое слово появилось вот прям вот в это время, когда я был, наверное, в твоём возрасте? Это «чувак». И это прям считалось суперсленгом. То есть это так вообще, ну при родителях даже, это почти мат был, знаешь, типа, «чувак». Вот. И я помню, ну мы прям орали, вот это в фильмах, в фильмах этих американских про наркотики, там были вот эти «чувак», типа, переводы такие, и мы орали на весь двор, типа, «чувак», «чувак». Вот, это было очень прикольно, причём были в течение времени разные применения как будто бы к этому слову. Типа сначала это было просто, ну, пацан, типа, парень, чувак. Вот. Потом это было как будто бы какое-то хорошее слово, типа, «чувак», там, «это мой чувак», да. Вот. А потом как будто бы наоборот, оно как-то обесценивало, типа, да, «чувак» какой-то просто, «левый чувак», да. «Левый», кстати. «Чел». «Левый чел». Интересное тоже сочетание. Я почему-то сейчас вспомнил, мы всегда ещё говорили, типа, «в натуре». «В натуре». «В натуре», да, «в натуре», «в натуре» это какая-то бандитская вообще история, мне кажется, немножечко. В натуре кто-нибудь говорит сейчас? Ну да. Ну, ещё говорят «реально». «Реально в натуре». «Помню историю как-то, я сказал, ну, у меня нормально мама относится ко всем слаговым словам, она даже сама их говорит, правда, не всегда корректно, и вот там был… «Не всегда корректно, это как?» Ну да, но она такая, она иногда, по-моему, употребила, она сказала, что у меня крин-жога прикид, и я думаю, да, и я такой, мама, ты знаешь, что ты знаешь? Она такая, ну, прикольно, и я такой, нет. Вот она переобулась, не знаю. Ну, короче, я сказал как-то, чувак при каких-то знакомых родителях, и мне там какой-то мужик сказал, а ты знаешь, что по словарю «Даля» это означает «кастрированный баран». И я очень засмущался. Да, у меня отец, я помню, в какой-то момент тоже самый привёл мне пример, вот, я причём на какой-то момент даже поверил, что… А ты реально или нет? Не знаю, я не проверял, я имею в виду, я поверил в то, что это стрёмное какое-то выражение, и реально, может быть, не стоит его применять, но потом я понял, что мне очень нравится. Мне очень вообще слово «чувак», тебе нравится, чувак? Мне очень нравится, то есть оно прям… И самое главное, оно как слово может применяться вообще в разных интерпретациях, вот, да, типа «это мой чувак» или «это как чувак» просто, вот, ну, и везде оно организованно смотрится. Ну, сейчас скорее просто больше наобесцениваю, если типа кто-то свой, то говори типа «бро». «Бро», кстати, да, но «бро» появилось тоже давно достаточно. Да, 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 «бро», знаешь, когда был, во-первых, откуда это появилось слово, был ряд видосов где-то ВКонтакте, где называли друг друга вот там «эй, бро», вот, и… «Привет, медвед». «Привет, медвед», это жизнь вообще какая-то. Ну, вот, и после этого «бро», вот это появилось, но мне почему-то вот, я не это, мне оно не прижилось, как, и вот лично мне, много знакомых у меня, кто его употребляет прям активно, но у меня как-то нет такого. Блин, а есть еще очень старое, которое применяли на букву «А», применяли еще, наверное, мои родители и вот то поколение, это абзац. Абзац? Да. Да, да, да. Ну, типа, абзац, это, типа, но потом он показал жопу, это было, конечно, просто абзац. Ну, типа, слишком. Ну, да, это как бы заменили другое слово. Какое? Ну, типа, пиздец. Нет, ну, пиздец… Это как Аллочка из «Универа», которая постоянно говорила, пипец. А, пипец, да. Да. Ну, ты «Универ» смотри, блин. Не, я обожаю «Универ». Ну, тебя, видишь, ты, наверное, поэтому, что у тебя сестра такая вот… Да не, я не думаю, что она это смотрела, это скорее с родителями, особенно, когда там начинается, допустим, типа, «Майкл с чем-то спит», и ты такой, типа, глаза закрываешь. Майкл, кстати, это вообще уже новые серии, можно сказать. Там вначале же не было никакого Майкла. Ну, он появился ещё в старой общаге. Так, вот тут очень… А, баян, кстати. Баян? А, ну да. Баян применяется. На «б» вот очень много слов. Действительно. Баг. Часто применяешь это слово «баг»? Ну, не к жизни, ну, к играм, да. Ну, к играм, да, но это тогда сложно назвать сленгом каким-то, это же. Ну, есть специализированный сленг. Ну, да, кстати, есть специализированный сленг. Да. Например, айтишный или наркоманский. Я ещё, кстати, знаешь, какую тенденцию заметил в общении, которая почему-то не была раньше, она, мне кажется, только недавно появилась. Это в изменении, специально изменять слова обычные. Типа там… Сокращать. Ютубчик писать неправильно или там, ну, какие-то, то есть слова, менять буквы, знаешь, в словах. Нет, такого нет. Я просто такую тему в постах в своих использую периодически, и мне кажется, я её у кого-то украл, но я не знаю, у кого. И я начал думать, и я вспомнил, что вот подобного рода статьи, вот похожие на то, как я пишу в Инстаграме, были, по-моему, в журнале «Максим». Ну, там какие-то, знаешь, были от редактора или что-то такое. Не читал. Они как-то там вот в похожем стиле писали, и там как раз один из вариантов как бы, ну, типа сленга было то, что ты меняешь слова. И вот, кстати, как ты к этому относишься? К тому, что меняются как будто бы слова, ну, даже пусть, ладно, не так, как я сказал, да, а пусть сокращаются, например. Не, ну, сокращаются, да, вот я смотрю, у нас чёт. Портится от этого язык? КРЧ, типа КРЧ, это короче, потом в смысле это ВСМ. А вот этот прикол я у кого-то из комиков слышал, и я сам себя ловил на этом, это прям Жиза. Жиза, да, да, да. Почему Жиза, Жиза, нет? Не знаю. Мне кажется, что... Даль не вписал это слово. Да, да, ну, может, Жиза, не знаю. Не знаю. Мне кажется, я понял, про какого-то комика, про Чебаткова? Я не помню про какого... Нет, не-не-не-не. Про комика, и он сказал такую шутку, что он говорит, я другу решил написать, что я иду в магаз. Написал, я иду в магаз, мне Т9 изменил на магазин, и я стёр ин и отправил в магаз. То есть, как бы телефон помог, но ты всё равно хочешь именно вот так донести информацию. Как ты вот считаешь, это портит язык? То есть, если вот... Можно ли сказать, что, ну, начиная с, наверное, моего поколения, может быть, чуть раньше, мы начали как будто бы больше добавлять какого-то вот чего-то нового в язык, и он прям видоизменяется, потому что если ты посмотришь какое-то старое кино, например, или даже выступления людей там 50-х, 60-х, 70-х, даже 80-х годов, они охренеть как грамотно говорят все такие, знаешь, типа... У них прям речь, как будто они с трибуны говорят, и это у обычных людей. А, ну, мы разговариваем не так. Вот это вот постоянно у нас там какой-то... Слова-паразиты. Да, слова-паразиты. И это даже становится как будто бы мне иногда даже трудно слушать людей, у которых такая вот классическая речь. Мне кажется, ну, типа, ты что, прикалываешься? Зачем так разговариваешь? Официально. Да, и меня это немножко пугает как будто бы, но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, любой язык претерпевает какие-то изменения, и мне очень нравится сленг, я обожаю сленг. Да. Я обожаю, когда сленг сочетается с какими-то наоборот умными словами, и мне очень прикалывает, что мои дети, они же слышат, как я разговариваю, и у меня вот это есть проблема, что, с одной стороны, я много там всяко читаю, литературы там, особенно научной, и я много применяю слов, которые, ну, такие не очень применимые, знаешь, то есть там в каких-то словах я могу сказать даже не слова, а там, и это якобы там такое-то то-то-то. И с другой стороны, я там говорю жизы и вот это вот всё. И они начали так же разговаривать. Я вижу, что они применяют и сленг, и, короче, какие-то слова, которые вообще для их возраста, ну, я даже таких слов-то не слышал никогда. Это прикольно выглядит, но я не понимаю, нужно ли этого бояться, и как это может повлиять, может быть, на интеллектуальное развитие. Вот не знаю, как ты считаешь? Не знаю, не хочу включать в себя бабку, но, наверное, действительно очень много каких-то слов-паразитов даже у себя. Да, очень важно, наверное, понимать эту грань между какими стилями общения, допустим, ты же не напишешь там на ЕГЭ или в сочинении школьном. Жизова. Да-да-да. Нет, мне однажды, я, короче, общался с русичкой, с учителем русского языка. Это тоже как... Учителя фобия. Ну, типа... А вот, кстати, ну ладно, сейчас давай. Ну, короче, да. И я сказал... Она, что-то дала мне какое-то задание, и я сказал окей, и она такая, Алексей, говорите, пожалуйста, по-русски. Нет, ну это совсем уже санобизм, мне кажется. Да. Всё-таки, ну, наверное, надо как-то более уважительно относиться к тому, что сейчас, ну, реально меняется язык, и как-то люди начинают по-другому. Кстати, вот школьный сленг, как вы называете там, домашка, вот это всё есть, остаётся так же, как... Дезе. Дезе, да, мы тоже Дезе. Физра. Да. Вот это всё есть, да, тоже? Да. Блин, вот это почему не меняется вообще? Ну, потому что... Ну, как ещё? Ну, это просто сокращение. Физра. Прям... Матеша. Причём даже в дневнике им уже писали физра. Ну, физ, да. Это даже не было сленгом, это было официальное название, можно сказать. Физкультура. Матеша. Матеша — это математика? Да. А как мы называли? Я ж ты как называл? Матан? Матик. Матика, да, матика. Да, мы называли. Не, матеша, да, это какая-то новая штука. Класс, класс. Короче, мне понравилось, я не знаю, ребят, вам, если понравилось, вот такие небольшие, хотя я не уверен, что он небольшой получился, но прям я ж режь по максимуму. Да. Даже вот можно это оставить, что режь по максимуму. Большую часть вы не увидели в этом подкасте, где мы тупили. Это потом неизданное издадим. Да, неизданное издадим. Короче, если вам понравилось, вот именно этот выпуск очень важно, чтобы вы поддержали, ребят, чтобы вы прям поставили колокольчик, поставили, самое главное, вот этот палец вверх. И на меня подписались. И да, подпишитесь обязательно на Алексея, и подпишитесь на наш канал, если вы вдруг по какой-то неведомой мне причине, вдруг вы еще не подписаны. Поэтому вот и комментарии. Комментарии, причем я вам советую прям посмотреть полностью. А, ну, значит, раз вы это слушаете, вы посмотрели полностью, да? Да? И если вы посмотрели полностью, значит, точно вы можете оставить комментарий. Очень важно, снимать нам дальше или не снимать. Что-то хорошее, на ваш взгляд, мы в этом подкасте затронули. Интересно ли вам было, хорошо ли вы провели время, обязательно об этом напишите. Мы с вами прощаемся. Не знаем пока, как мы назовем этот подкаст. Что-то придумаем. Но что-нибудь мы обязательно придумаем. Этот подкаст про разные поколения, про разные интересные вещи для разных интересных людей. Да. Пока. Пока.